СКЭФС-251, СОНДЕРКРАФТФАРЗЕК-251, германский средний полугусеничный бронетранспортер периода Второй мировой войны. Создан фирмой Ханамак в 1938 году на базе артиллерийского тягача СДКФ-11 и производился серийно с июня 1939 года по март 1945 года. Во время Второй мировой войны СКЭФС-251 наряду с легким СКЭФС-250 являлся основным бронетранспортером Германии, а также послужил основой для целого семейства машин различного назначения. По числу выпущенных экземпляров во время Второй мировой он уступал только американскому бронетранспортеру М-3. В ее ходе СКЭФС-251 поставлялся в незначительных количествах союзникам Германии, а в послевоенное время его модернизированный вариант Татраути-810 производился в Чехословакии до 1962 года на заводе под Полянский строярни в Детве. В 1980-х массово снимался с вооружения армии ЧССР, а в 1995 году последние экземпляры сняты с хранения «История создания». Во время Второй мировой войны немецкая армия первой в мире приняла на вооружение бронетранспортеры и очень эффективно их использовала, заставив союзников разработать похожие машины, а затем и перенять тактику их применения. Основным бронетранспортером, применявшимся немцами, стал полугусеничный СДКФС-251, обычно называемый «Ханамак». Его использовали для транспортировки матопехоты и тяжелого вооружения. На его базе создавались санитарные, штабные машины и машины связи. Бронетранспортеры состояли на вооружении немецкой армии в течение всей Второй мировой войны и применялись на всех фронтах. После войны модификация СДКФС-251 от 810 состояла на вооружении Чехословацкой армии. Дальним предком СДКФС-251 был полугусеничный грузовой автомобиль фирмы «Даймлер». Этот грузовик, изготавливаемый немцами для Португалии, был оснащен резиновыми лентами, соединявшими ведущие колеса с дополнительной парой направляющих колес. Такая примитивная гусеница позволяла машине уверенно двигаться по мягкому грунту. В 1915-1916 годах появились очередные модели полугусеничных машин «Бременваген и Мариневаген И-2». Эти машины состояли на вооружении «Стермпанзер Крафтваген Аптейлунг». В 1917 году фирма «Бенс» представила полугусеничный артиллерийский тягач «Крафт Процци», которых впоследствии было выпущено 42 штуки. В 1919 году один такой автомобиль получил бронирование и был передан полиции. В период Веймарской Республики работы над новыми конструкциями полугусеничных автомобилей были продолжены. На базе шасси стандартного трехтонного артиллерийского тягача фирма «Рейн Металл Эль Борзи» как разработала полностью бронированный гусеничный автомобиль, вооруженный и размещенный в бронебашне пушкой 3,7 см. Квик Л-70 калибра 37 мм. Вспомогательное вооружение составлял спаренный с пушкой пулемет МГ-34 калибра 7,92 мм. Такой же пулемет мог быть установлен на зенитной турели на башне машины. В июле 1934 года был завершен первый опытный образец полугусеничного артиллерийского тягача, получившего обозначение HKI-600P. В движение тягач приводился двигателем Баргвард Кэй-Джей 50-10-4 мм. мощностью 68 кВт, 92 литра. В 1934 году тягач был переименован в HLKI-2, а весной 1936 года началось его серийное производство. Первые машины были направлены в 23-й полк легкой артиллерии, всего было выпущено 505 таких тягачей. Во второй половине 30-х годов появились первые полугусеничные бронетранспортеры. Самый известный из них, HKI-6, был разработан гамбургской фирмой Ганзеллойд. В 1936 году лицензию на эту машину выкупила ганаверская фирма Ханамак. Бронетранспортер был разработан на базе третьих-тонного полугусеничного артиллерийского тягача, о котором упоминалось выше. Шасси бронетранспортера изготавливали на фирме Ханамак. Бронекорпус на фирме Бюссигнак в Берлине и Обершине в Айде, а окончательную сборку производили на других предприятиях. Первые машины, получившие обозначение HKI-L6R, были выпущены в 1937 году, а бронетранспортеры 0 серии – в 1938 году. Название бронетранспортера полностью звучало так – Миттиллер Джипензерт Маншефт Транспорт Ваген, то есть средний бронетранспортер. Первые серийные образцы СДКФС-251 поступили в части летом 1939 года. Бронетранспортеры СДКФС-251 выпускались в четырех модификациях ОСФ, А, СД и в 23 специализированных вариантах, отличавшихся друг от друга вооружением и оборудованием. Варианты были обозначены цифрами, например СДКФС-251-3 или СДКФС-251-16. Требует особо отметить, что специализированный вариант бронетранспортера мог принадлежать любой из четырех модификаций, например СДКФС-251-3 выпускался на базе ОСФ, А и ОСФ, Д, то, какая модификация была использована для постройки специализированного варианта. Можно, в принципе, установить только по году выпуска конкретного экземпляра. Описание конструкции Броневой корпус Корпус бронетранспортера состоял из каркаса, на который при помощи клопки или сварки устанавливали бронеплиты корпуса. На бронетранспортерах СДКФС-251 применяли гетерогенные бронеплиты, их наружная поверхность была более твердой, чем внутренняя. Лобовая, бортовая и кормовая броня была толщиной 14,5 мм, а днища и крыша корпуса – 8 мм. В силовом отделении размещался двигатель, топливный бак, рулевое управление передними колесами и ДР. За противопожарной перегородкой находился пост управления, где были места механика водителя и командира бронетранспортера. На приборном щитке в районе места механика водителя были установлены приборы, контролирующие параметры работы двигателя. Спидометр контрольной лампочки управления бронетранспортером осуществлялось при помощи руля и педалей. Справа от места механика водителя находились два рычага – переключатель скоростей и ручной тормоз. В правой части поста управления размещался командир бронетранспортера. На некоторых моделях, например с ДКФ-251-9, место командира бронетранспортера было перенесено в кормовую часть боевого отделения. По обеим стенам боевого отделения устанавливались скамьи для солдат десанта. На бронетранспортерах первых модификаций скамьи были покрыты дерматином. Позднее применяли простые скамьи в виде трубчатой рамы с натянутым на нее брезентом, использовали и деревянные сидения. На стенах боевого отделения были предусмотрены крепления для оружия десанта. Карабинов Маузер 98000 калибра 7,92 мм и пистолетов пулеметов МП-38 и МП-40 калибра 9,0 мм. У специализированных моделей бронетранспортера с ДКФ-251 боевое отделение было переоборудовано для размещения дополнительной радиостанции. Пушки или приборы ночного ведения у санитарного автомобиля были оборудованы стеллажи для установки носилок. У бронетранспортеров с ДКФ-251 ОСФ, а в бортах боевого отделения имелись смотровые щели, закрытые бронестеклом. На передних крыльях находились габаритные огни. Рядом были установлены прожекторы. На корне бронетранспортера располагались позиционные огни. Антенна находилась или у корпуса или на стене боевого отделения. Двигатели и трансмиссия. На бронетранспортеры с ДКФ-251 устанавливались двигатели Maybach HL42T-URKM. Карбюраторный шестицилиндровый двигатель жидкостного охлаждения Maybach HL42T-URKM имел следующие характеристики. Диаметр цилиндра 90 мм, ход поршня 110 мм, рабочий объем 4171 см3, мощность двигателя 73-6 кВт при 2800 оборотах в минуту, удельная мощность 8-27 кВт, степень сжатия 6-7. Радиатор находился перед блоком цилиндров. Горловина радиатора была выведена наружу. На верхней броне силового отделения находилось забранное сеткой вентиляционное отверстие. На машинах поздних модификаций это отверстие убрали. Топливоэтилированный бензин УЗ-74 секунды октановым числом 74 помещалось в бензобаке емкостью 160 литров. Топливный бак располагался между двигателем и постом управления перед противопожарной перегородкой. Расход топлива от 4.0 до на 100 км по шасси и от 8.0 до на 100 км по пересеченной местности. Глушитель находился на борту бронетранспортера между колесом и гусеницей. На бронетранспортерах с ДКФС-251 устанавливался один двухкамерный двухпоплавковый карбюратор СОЛЕКС-40GFF2. Цепление сухое двухдисковое фихтельемп САКСМЕКО на ПФ-220КС с гидравлическим приводом передавало крутящий момент от двигателя на коробку передач. Ханамако 21-327-85У-50 Коробка передач планетарного типа 4 передачи вперед и 1 назад. Для движения по шоссе и по пересеченной местности передачи имели разные передаточные числа. По шоссе и передачи 1-3-47-2 передачи 1-1-83 передачи 1-1-01 и Айви передачи 1-0-63. А по пересеченной местности и 1-8-63-2-1-4-47-3-1-2-52 и Айви 1-1-58. Задняя передача имела передаточное число 1-9-80. Механик-водитель переключал передачи при помощи двух рычагов, расположенных справа. Его место управления бронетранспортером осуществлялось при помощи руля, действующего на передние колеса и привод гусениц. Вспомогательный пневматический тормоз с колодками клетра действовал на передние колеса, а основной пневматический тормоз на ведущие колеса гусеничного механизма. Ходовая часть бронетранспортера с ДКФС-251 имея полугусеничное шасси. Передние колеса служили для управления машиной, а гусеницы обеспечивали высокую проходимость. Полугусеничная схема позволила значительно упростить конструкцию бронетранспортера при сравнительно неплохой проходимости машины. Колесная часть шасси состояла из червячного рулевого механизма типа Ханамак или ЗТФРОС-600 и была подрессорена поперечной передъевидной рессорой. Для движения по пересеченной местности использовали колеса размером 190 на 18, шины низкого давления типа Continental или Michelin. Колея передних колес 2775 мм при поворотах на угол до 15 градусов управление бронетранспортером осуществлялось как и обычным автомобилем. При более крутых поворотах специальный механизм освобождал внутреннюю гусеницу и одновременно передавал часть мощности на внешнюю. Первый наружный ряд опорных катков состоял из трех катков, внутренний ряд из трех, а средний ряд из шести опорных катков. В обычных условиях нагрузка ложилась на внутренний и средний ряд катков. Внешний ряд принимал нагрузку только при преодолении препятствий. Первый опорный каток в правом ряду был на 140 мм смещен к корме бронетранспортера. Это было вызвано особенностями торсионной подвески. Последнее колесо, находящееся в задней части машины, было направляющим. Для натяжения гусеницы применяли винтовой натягивающий механизм. Опорные катки штамповались из стального листа толщиной ада, имели 8 округлых отверстий и были обрезинены. Ведущие колеса литые гусеницы разделено звены одногребневые и одношкворневые, снабженные амортизирующими резиновыми прокладками. Шаг гусеницы – 140 мм, длина – 7700 мм и 7840 мм, ширина гусеницы – 280 мм. Левая гусеница состояла из 55 звеньев, правая – из 56 колея – 1600 мм. Опорная длина гусениц – 1800 мм. Клиренс – 320 мм. Модификации и машины на базе СДКФС-251. СДКФС-251. Основная серийная модель, открытый сверху, сварной бронекорпус, вооружение от 1 до 2 пулемета, экипаж – 12 человек. Часть машин оборудовалась специальными контейнерами для запуска реактивных снарядов у «Ерфрамин-40» калибра 280 и 320 мм. С каждого борта крепились три контейнера, боевая масса – 9,14 тонны, экипаж – 7 человек. Принят на вооружение в 1940 году, получил прозвище «Пехотные штуки». СДКФС-251. Вторая метлэрэшудзин панзюрваген Мидгранатуэрфер – самоходный миномет, вооружение – 81 мм. Миномет СГРУР-34. Внутри кузова – 1 пулемет МГ-34. Боевая масса – 8,64 тонны, экипаж – 8 человек. СДКФС-251. Третья метлэрэрфунг панзюрваген. Машина связи. В зависимости от назначения оснащалась радиостанциями ФУК-4, ФУК-5, ФУК-7, ФУК-8, ФУК-11 и ФУК-12 в различных комбинациях. Применялись мачтовые, штыревые и рамочные антенны. СДКФС-251. Чезвёртая метлэрэршудзин панзюрваген ферму Нишинунд Субихордес ЛЕЛК-18. Транспортер боеприпасов и артиллерийский тягач для буксировки лёгких пехотных орудий. ЛЕЛК-18 калибра 75 мм, 105 мм лёгких полевых гаубиц ЛЕВ-18 первых и противотанковых пушек калибра А3-7 до. Боевая масса 8,75 тонны. Экипаж 7 человек. Вооружение 1 пулемёт МГ-34. В укладке 120 выстрелов к орудию. СДКФС-251. Пятая метлэрэршудзин панзюрваген ферпионьер. Машина для перевозки сапёров и сапёрного снаряжения. Боевая масса 8,87 тонны. Экипаж 9 человек. Вооружение 1 пулемёт МГ-34. Часть машины мела радиостанции ФУК-8 и ФУК-4. СДКФС-251. Шестая метлэрэр. Командо панзюрваген. Передвижной командный пункт для командиров высшего звена. Радиостанции ФУК-11 и ФУК-ТР. Позже, ФУК-19 и ФУК-12. СДКФС-251. Седьмая метлэрэр. Пайоньер панзюрваген. Улучшенный СДКФС-251. Пятая штурмовые мостики по бокам корпуса. Часть машины мела радиостанции ФУК-5. СДКФС-251. Восьмая метлэрэр. Кранкин панзюрваген. Бронированная санитарная машина. Вместимость два лежачих и четыре сидячих или восемь сидячих раненых. СДКФС-251. Метлэрэр. Шудзин панзюрваген. МИД 7,5 см. КВИК-37. Самоходная установка с 7-ю 10-ю 5-ю мм. Короткоствольной пушкой КВИК-37. Углы горизонтального наведения пушки. 12 градусов. Селескопический прицел с ФИСФ-1. Боекомплект. 52 выстрела. Боевая масса 8,53 тонны. Экипаж 5 человек. Дополнительное вооружение. 1 пулемет МГ-34 или МГ-42. СДКФС-251. Метлэр. Шудзин панзюрваген. 3,7 см. ПАК. Машина командиров взводов в мотопехотных частях. Вооружение. 37 мм. Противотанковая пушка ПАК. 35-36 за штатным щитом. МГ-34 или противотанковое ружье ПИСП-39. Калибра 7,92 мм. Боевая масса 8,02 тонны. Экипаж 5 человек. СДКФС-251. 11-я. Метлэр. Фернспридж. Панзюрваген. Машина для укладки телефонного кабеля. Катушка с кабелем монтировалась на правом крыле бронетранспортера. Экипаж 5 человек. Вооружение. 1 пулемет МГ-34. СДКФС-251. 12-я. Метлэр. Термистрапунт Джерейт Панзюрваген. Машина артиллерийской разведки и управления огнем. Радиостанция ФУК. 8 секунд рамочной антенной. Экипаж 6 человек. СДКФС-251. 13-я. Метлэр. Метлэр Шалафнаме Панзюрваген. БТР артиллерийской звуковой разведки. СДКФС-251. 14-я. Метлэр Шала Суэрте Панзюрваген. Развитие предыдущего варианта. Боевая масса 8,5 тонны. Экипаж 8 человек. СДКФС-251. 15-я. Метлэр Лишта Суэрте Панзюрваген. Машина светометрической разведки. СДКФС-251. 16-я. Метлэр Флампанзюрваген. Самоходный огнемет. Вооружение. Два огнемета калибра 14 мм. Два пулемета МГ-34. Огнеметы устанавливались по бортам бронетранспортера. Запас огнесмеси 700 литров. Дальность огнеметания до 35 метров. Изготовлено 347 единиц. СДКФС-251. 17-я. Метлэр Шуэрте Панзюрваген. Метлэр Шауэрте Панзюрваген. Метлэр Шауэрте Панзюрваген. Метлэр Шауэрте Панзюрваген. 138 калибра 20 мм за штатным щитом в середине кузова с откидными бортами. Боекомплект 600 выстрелов. Боевая масса 8,8 тонны. Экипаж от 4 до 6 человек. Изготовлено 211 единиц. СДКФС-251. 18-я. Метлэр Рауэрте Панзюрваген. Машина наблюдения и связи. Радиостанция ФУК-8. Экипаж 6 человек. СДКФС-251. 19-я. Метлэр Рауэр Фернс Плеч Бетрипс Панзюрваген. Передвижная телефонная станция. СДКФС-251. 20-я. Метлэр Рауэр Шуэрдзин Панзюрваген. Инфра-Рауэр Шауэрфер. Самоходный инфракрасный прожектор. С конца 1944 год известен как «Филин». Внутри кузова установлена поворотная установка прожектора. Осветителя для ночных прицелов танков «Пантера». Инфракрасные приборы танка «Пантера» действовали на расстоянии до 400 метров. А БТР «Филин» мог обнаружить и осветить цели на расстоянии до 1500 метров. Командир БТР АСК прожектором направлял действие взвода «Пантер» с помощью радиостанции ФУК-5. Экипаж 4 человека изготовлено 60 единиц. СДКС 251-21 Метлэр Шуэрдзин Панзюрваген Дриолинк МГ-151. Самоходная зенитная установка. Встроенный лафет «Флагдриолингсок лафет» с тремя авиационными автоматическими пушками Мазер МГ-151-15 калибра 15 мм. МГ-151-20 калибра 20 мм. За небольшим П-образным щитом в середине кузова. Боекомплект 3000 выстрелов. Дополнительное вооружение. Пулемет МГ-42. Экипаж 6 человек. Изготовлено 387 единиц. СДКС 251-22 Метлэр Шуэрдзин Панзюрваген МИД 7,5 см. ПАК-40. Самоходная артиллерийская установка. 75 мм. Противотанковая пушка ПАК-41 за штатным щитом в передней части кузова. Углы горизонтального наведения. 20 градусов влево и 18 градусов вправо. Боекомплект 22 выстрела. Экипаж 4 человека. Изготовлено 268 единиц. СДКС 251-23 Метлэр Шуэрдзин Панзюрваген МИД 2 см. Квик-разведывательный бронетранспортер с 20 мм автоматической пушкой и пулеметом МГ-42 в башне типа «Ангелов Фе-38». Такой же, как у броне автомобиля СДКС 234 первых. Боекомплект 100 выстрелов и 2010 патронов. Экипаж 4 человека. Эта модификация явилась последней в линейке. Боевое применение. Машина нашла широкое применение в самых разных частях вермахта. Ее значимость в ходе Второй мировой войны трудно переоценить. Прежде всего она использовалась как бронетранспортер для быстрого перемещения пехоты. И в этом качестве особенно хорошо себя показала на пересеченной местности Северной Африки и Восточного фронта. Благодаря высокой проходимости полугусеничного движителя. Также СДКС 251 активно использовался для буксировки орудий для подвоза боеприпасов. На большинство машин устанавливались пулеметы МГ-34 или МГ-42, что позволяло эффективно использовать их в качестве подвижных огневых точек против живой силы противника и небронированных целей. А модификации с зенитными и полевыми орудиями использовались для уничтожения низколетящих самолетов и танков противника.